Я всех приветствую на своем канале Infamity Infam и с вами Лена. Сегодня я делаю видео не одна, с прекрасным блогером Ксюшей, ником DIGO3000, ссылку которого вы найдете здесь и под моим видео. А дело сегодня пойдет о наших последних косметических покупках, так что приятно усаживайтесь и после моего видео обязательно зайдите также Ксюше. Как в прошлом своем видео, мне бы хотелось начать с парфюма. У меня в моей коллекции появился вот такой вот парфюм от Burberry London. Сначала я думала, что это такой, знаете, больше будет аромат на лето, но совсем нет. Из-за того, что да, он цветочный, но все это настолько обволакивает вас теплом. И не зря вот эта вот накидочка, потому что от этого парфюма исходит действительно тепло, он вас обволакивает, и чем становится, знаете, холоднее, чем он вас больше утепляет. Явный спутник сейчас с осенним дням, я думаю, и с зимним будет. Я обычно пользуюсь, вы знаете, все парфюмы, которые у меня есть, у меня, я обычно не покупаю слишком много, я всегда пользуюсь каждым. Не хочу сказать, что в одинаковом количестве, но практически. То есть каждый парфюм имеет свое место, и он мною любим. В последнее время, конечно же, больше тянется к нему, я не знаю, если это новинка, или все-таки вот эта вот сладость и вот этот вот уют на меня действует. Но он действительно очень-очень приятный. И, знаете, если бы я могла писать женщину, которая мне навевает этот парфюм, то я бы сказала, знаете, такую вот, что-то вот такое классическое, не слишком ходящее из ряда вон, что-то классическое. Женщина, я думаю, у которой все стабильно, стабильная семья, стабильная работа, и поэтому как-то вот все, знаете, вот так вот. То есть нет никаких каких-то кричащих эмоций, чего-то такого. То есть такой, знаете, постоянный уют и тепло. Итак, что же в него входит? Верхние ноты это роза, жимолость, тангерин, ноты с сердца, жасмин, цветок, тиарея, вот, кстати, цветок тиарея у него холан, и клемантин, ноты базы, мускус, пачурии, сандаловое дерево. Что ж, мускус, по-моему, находится во всех моих паршюмах, это какой-то знак. Не так давно я купила новое тональное средство. Обычно тональным кремом я пользуюсь очень-очень редко. Наверное, раз-два раза в месяц, куда-нибудь на выход, или в какие-нибудь там дни, когда у меня там, допустим, встреча с клиентом. Поэтому покупаю я только один тональный в год, и тут даже не успеваю полностью использовать. В этот раз я решила отступить и купить тональное средство у Твиши Тон Идеаль. У меня в номере 15, то есть он совсем такой вот светленький. Мне нравится, что у них есть светлые оттенки, и у меня очень светлая кожа, поэтому это здорово. Качество. Здесь много каких-то плюсов, минусов, много чего, поэтому я начну по порядку. Сама текстура, она легкая, она виднистая, но и в то же время немножко улавливается такой запах спирта. Так как она очень легкая, и видно из-за этого как раз этот состав, что очень быстро все это впитается в вашу кожу, я бы сказала, что результат неплохой. То есть мне нравится, как выглядит на моей коже, но тональный цвет, который у меня было до этого, было лучше. Также это Illuminating Fuderation, то есть оно с подсветкой. Подсветка есть какая-то, но снова же моя тональная основа, которая была до этого, была лучше. Дальше. Я бы сказала, что эта тональная основа подойдет больше с такой смешанной кожей, даже может чуть-чуть жирной. У меня нормальная кожа, летом здесь у меня лоб жирнится, и также есть временами с шелушением. Шелушение подчеркивают все, если у вас они есть, если их нет, то он их где-то найдет. То есть я когда смотрю, обычно у меня лоб всегда, я все-таки делаю пилинг и все, он такой гладкий. Я наношу вот это вот на лоб, у меня сразу какие-то шелушения, что-то непонятно выглядит, это не очень красиво, поэтому я перестала его наносить вообще на лоб. Щеки все-таки такое пространство, где все гладко, все как-то вот, поэтому и смотрится хорошо. Но за счет того, что он довольно быстро впитывается и все-таки чуть-чуть имеет такой подсушивающий эффект, в всяком случае на моей коже, то хорошо его наносить также и на глазки. Он тогда сравнивает вот цвет, у меня там очень много всяких сосудиков, и также может заменить даже базу под тени. Ну, с чем я все время говорю, что мой предыдущий был лучше, я раньше покупала тональную основу от Lancome, там Miracle, и мне, если честно, эта основа нравится больше. Она лучше увлажняет кожу, у нее увлажнение нужно. Оно лучше подсвечивает, чем вот это вот средство. И как-то вот моя кожа выглядит с ней просто лучше. Ну, цена у них тоже разная, поэтому решать вам, в общем-то, что покупать. Я себе приобрела еще одну подводку, вернее, не еще одну подводку, а моя старая очень сильно засохла. Я купила точно такую же от Maybelline. Eye Studio Last in Drama, Gale Eyeliner у меня в 03 цвет синий, то есть он такой, знаете, темно-синий, такой как ночь. К нему обычно прилагается, очень удобно довольно, кисточка, такой, знаете, глубокий, красивый синий цвет, который чуть-чуть переливается. В нем нет шиммера, в нем нет что-нибудь такого прям, но он очень красивый, то есть такой, знаете, сатиновый, красивый, глубокий синий цвет. Поэтому, снова же я его приобрела, очень он так легко наносится, красиво, никуда не сползает, никуда не девается, поэтому мне лично эта подводка очень-очень нравится. Следующее, что я вам покажу, это будет вот такие вот два хайлайтера от Alverde. Один, он с розовым, потом Rose Tinted, и второй, это такой золотинкой, уходит, кстати, в рожену, Sun Kist. Один я купила себе, и вот этот вот маме. Я сначала увидела вот этот, хотела купить, но не было, в общем-то, был только тестер, и я тогда купила вот этот вот золотой. Как раз немножко погуглила, посмотрела, что пишут блогеры о них, и нашла о том, что очень многие сравнивают с хайлайтерами Benefit, и говорят, что это полный аналог, просто что Benefit, он дольше держится, и, допустим, с розовым цветом он чуть теплее, чем этот, но на самом деле при растушевке он выглядит одинаково. Цена, конечно же, у этого, если я не ошибаюсь, 3,95, или 2,95, я все равно обычно пишу цены внизу, и, конечно, цена, ну, разница огромнейшая. Что хочу сказать, в общем-то, он сегодня на мне на носике, здесь, под глазками, и на скуле. На скулу я наносила, хочу сказать, что он чуть-чуть виден, но практически нет, и, если честно, для меня это большой минус, потому что я не бы хотела, чтобы он был виден немного больше. Сейчас, кстати, он чуть-чуть лучше, потому что он очень жидкий, и я на ночь его ставила на нашей теплой батарее с открытым носиком, чтобы он, чтобы немного влага испарилась, и он стал более таким, знаете, менее жидким. Это сработало, но, если честно, не могу сказать, что вот какой-то вот стопроцентный хайлайтер, чтобы я сказала, что стопроцентный плюс. Это нет. Неплохая такая игрушка, но мне было интересно, я, кстати, зашла попробовать бенефит, и увидела, что на самом деле эффект точно такой же, то есть его, я не знаю, может это из-за того, что у меня очень светлая кожа, и на мне просто этот светлый хайлайтер не виден. Это все может быть, поэтому не могу сказать, и посмотрю, как это будет смотреться на моей маме. Еще я, скорее всего, мой карандашик этот забыла на работе, я купила, там есть хайлайтер в карандаше. Вот как выглядит сам карандашик. Он такого очень красивого, переливающегося цвета шампанского, и его, кстати, видно на сколах, его видно на переносице, так как это карандаш, что им очень удобно также наносить под бровь или в уголок глаза. При растушевке он дает еще более деликатное освещение, поэтому, да, этот хайлайтер мне понравился намного больше. От компании Альверти я также купила вот такой вот сирен с кофеином для ресниц. Я не верю, что там ресницы прям что-то вот так вот, вот они так росли, но я обычно покупаю такие средства для того, чтобы они не попадали, для того, чтобы их как-то вот поддерживать, за ними ухаживать. И это средство мне очень-очень понравилось. Ну, во-первых, оно бюджетное. Альверти – это натуральная косметика, которая бюджетная, и это не может радовать. Второе, что уже у них. Здесь входят всевозможные масла, и также пчелиный воск, и вот здесь написано, что оно ухаживает за вашими ресничками, и также, что обновляет их. Без синтетических всяких консерванторов, и без... и также то, что это средство проверено. Чего надо еще больше? Мне это средство действительно очень нравится. Я наношу его на ночь, здесь так и написано, что это ночное средство. Все прекрасно работает, довольно удобная кисточка, вернее, щеточка. Также я уже наносила его и в течение дня, под тушь, тоже прекрасно подходит, и даже у вас с этим средством будет больше объема на ресничках, если, конечно, вам он нужен. Я так делаю редко, но вот как-то время от времени. Поэтому очень мне нравится. Хотела вам также показать лак, который у меня сейчас на ногтиках. Это лак Эси, который я уже когда-то показывала давным-давно, под номером 52, и у него еще было название, то ли Хай Тай, или что-то вот в этом роде, я напишу. Если мне пришлось выбрать из всех лаков мой любимый, то я бы, несомненно, выбрала бы этот, именно этот цвет, потому что у него очень красивый такой бордовый цвет, он такой вот, знаете, переливающийся, очень-очень мне нравится. Мой, кстати, еще не закончился, я просто купила новый своей маме в подарок. Я надеюсь, что я еще его и не дарила, потому что, если честно, я не помню. Но, в общем-то, я решила также ей прикупить мой любимый лак, тем более, что она очень любит бордовые и красные цвета. Надеюсь, что ей тоже так же понравится, как и мне. Сверху я покрывала свой лак вот этим топлым покрытием от Sally Hansen No Cheap, то есть нет расколов. Это, наверное, худшее средство, которое, я не знаю, если я могу назвать его прям худшим, но все-таки думаю, что да. После нанесения этого лака он должен как бы продлить жизнь вашему лаку и No Cheap, то есть он должен раскалываться. Что вы думаете, прямо на следующий день ваш маникюр раскалывается, он меня просто предал. Так неприятно было, когда вы сидите в ресторане, у вас просто пол ногтя лак вот так вот сошел с одного, и здесь тоже был такой раскол, и это на второй же день. Поэтому никому не советую. Что еще сегодня у меня на ногтях, это такое вот покрытие с блестками, которое называется Glitter Gel с Effect Nail Polish Essence, и мне это средство очень даже нравится. Вы можете как нанести только совсем чуть-чуть, и также не ждя, пока он высохнет, сразу же вторым слоем и у вас будет ну совсем такой прям насыщенный, скажем, глиттер, как у меня на пальчиках сегодня. Мне это средство очень нравится, мне нравится эффект, и в общем-то вот так вот я играю с время от времени, делаю акцент на одном пальце, или даже на двум, как на этой руке. Я надеюсь, что видео вам понравилось, что оно было полезно. Если да, то ставьте пальчики вверх, кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь, ну и пиком смотреть видео Ксюше, а я, как обычно, я еще раз оставлю ссылку здесь, и оно еще раз под видео. Сама тоже быстренько побегу, так что всем приятного просмотра. До следующей встречи, всем пока!